Слава Украине! Привет всем от Полонского! Я только что записывал ролик по Мелитополю о том, как расисты решили оттуда воровать наших детей, так же, как они их воровали до этого из Купенска и из Херсона. Как вот тут пришла еще одна очень нехорошая информация из той же самой оперы. Оказывается, еще 23 марта текущего года премьер-обер-министр, или как он там у них называется, Мишустин, и один из его министров, по-моему, в фамилии Кравцов, значит, издали приказ такого рода, что на России открываются пункты по платным услугам по усыновлению, удочерению детей. Опаньки! Еще раз. У них было запрещено, помните, да, там закон Димы Яковлева или еще что-то такое, было вроде как запрещено усыновление, удочерение, и тут резко в марте этого года, ты дышь, разрешают на коммерческой основе. А теперь с одного раза, если у них есть закон Димы Яковлева этого, да, но там по закону по тем детям, которые, по идее, имеют гражданство фашистской федерации. А что по тем детям, которые его не имеют, или статус которых непонятен? Коммерция, коммерция, еще раз коммерция. Вот так вот. То есть, фактически, что они сейчас делают? Они депортируют детей из того же Мелитополя. Могут откуда угодно. Этих детей никто не считал, нет документов, никто не знает, сколько их, никто не знает, как их зовут. Вообще понятия не имеют о них, кто они, чего они, куда они, да? Их завозят неизвестно куда. Договора с иностранцами уже есть. Этих детей под видом, соответственно, усыновления, удочерения вывозят в страны, которые активно занимаются, например, человеческими органами. Я не хочу сказать, что именно это Пакистан или Индия, но, скорее всего, что-то типа этого. Потому что, вот увидите, большая часть усыновлений и удочерений пойдет именно, вот, мне кажется, из региона азиатского. Может быть, это будет Китай, может, я не знаю, где вот это проще всего. Таиланд, может, тоже, кстати, да, вариант. Ну, а дальше торговля органами. Торговля органами. Сами понимаете, у детей органы с точки зрения черных трансплантологов просто идеальные, здоровые, не прокуренные, не пропитые, без цирроза печени. Вот вам и все. Вот куда пойдут украинские дети, которых воруют путинские эти фашисты. В Мелитополе. Рассказывая их очень умным родителям о том, что вот их на оздоровление провезут. А их действительно повезут на оздоровление. Только они же не указали, чье оздоровление. Их действительно повезут на оздоровление тех, кому они отдадут свои органы. Благодаря тем родителям, которые отослали этих детей отдавать органы. Это уже коммерция, это официальный приказ по Российской Федерации. Вот, собственно говоря, и все. Все довольно просто. Так что, если у вас есть еще хоть какая-то тень сомнения, что почему так расисты вцепились, почему так расисты вцепились в украинских детей, почему они их так активно вывозят, и где делись родители, которые за этими детьми из Херсона, кстати, по уезжали, никто не вернулся. Их нет, их не исчезли. Ну вот вам ответ на вопрос. Все довольно просто. Бизнес, бизнес, трансплантология. Вот, собственно, и все. Думайте.